здравствуйте дорогие друзья в рамках написания четвертой книги мне понадобится изготовить приманку для описания ее и заодно как я и обещал я буду вязать только лишь на тисках норвайс тот кто все знает просьба зря не тратить время так как фильм будет посвящен на изготовлению имитации ручейника давайте приступим но друзья мои я буду делать периодически паузу для того чтобы выполнить кое-какие снимки крючок я взял фирмы хаябуса 10 номер граб шримп так как на фото вот здесь восьмой я поставил десятку чтобы лучше было видно а грузили свинцом где-то 0 5 диаметром миллиметра и подготовил те материалы согласно которым я в книжке все 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 уже выложил фотографию значит дабинг мы подготовили из кусочка лисы больше практически мы ничего другого то что сами подготовили применять не будем вот он у нас вышел вот такой что было видно на видео с добавлением блестящих волокон и вместо вот таких пленок которые body stretch идут на изготовление бокоплаву всех рачков я отрезал кусочек пленки полиэтиленовой вот такой вот слегка желтоватым отливом эта пленка которая применяется для накрытия теплиц то есть мы для себя немножечко ужесточаем условия выполнения той или иной работы нить правда я беру очень тонкую белую желательно здесь конечно использовать нить салатную или серую но так как у нас ничего нет мы исходим из этого правила до стоял вопрос я обычно всегда беру нить вывожу за крючок я праворукий вязальщик коснулся крючка удерживаю кончик нити я не люблю все эти обрыв обрывания отрезания и прохожу на нить пару-тройку оборотов и увожу нить все уже у нас все закрепилось удаляем теперь чтобы у нас было более-менее ровное тело и приятное мы можем его слегка сплюснуть свинец но я этого делать не буду потому что у нас будет ручейник достаточно такой жирненький поэтому очень даже хорошо что у нас дабинг будет лежать как ему нужно слегка поставлю в удобное для себя положение крючок можно и не ставить но для видео так будет лучше и я перевожу нить вот такими широкими шагами загибу что нам нужно для начала как у нас будут идти сами наши материалы учитывая то что самое последнее у нас будет идти пленка значит мы ее должны закрепить первой я сделал вот такой небольшой срез треугольничком и чтобы у меня так как полиэтилен достаточно нехороший в работе вот скользкий материал я его начинаю издалека крепить проходит в пазы вот порвите прихватилась все после этого я вот так пальцем слегка натягивая чтобы у меня не было скомканности в моей пленке и уже креплю закрепляя материал аж до самого нашего загиба можно зайти за загиб а можно и не не заходить вот коснулся жала нитка порвалась не страшно тут же продолжим годится теперь если мы с вами будем закрепим леску для сегментации то получится так что сегментировать будет неудобно и наши с вами сегментация будут постоянно сползать поэтому я обычно всегда делаю как делаю пару-труйку оборотов даббингом возле загиба чтобы можно было нам потом закрепить леску и сегментация была очень 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 хорошей поэтому сейчас мы выполним даббингом вот этим который мы получили с лисы как я рассказывал и писал книги вместо ваксы даббингов всего остального что применяется для даббингов я использую вот кусочек у меня имеется овощины я промазываю нитку можно использовать и сейчас я вам покажу у меня еще имеется помимо всех карандашей этого грызок церковной хорошей свечки можно и свечкой учитывая то что нитка у меня очень тонкая я не могу методом расщепления делать даббинговую нить берем совсем совсем вот как вот так мелкими мелкими порциями наш даббинг слегка коснулись и подкрутили и подкрутили буквально совсем немножко много не нужно и здесь хорошо уже проматываем наш материал отлично вот теперь мы с вами можем закрепить нашу леску леску нужно крепить по всей длине чтобы не было вот провалов но я обычно отступая две третих крючка вот таким не надо возвращаться я сразу на косую слегка прошел ниткой и уже аккуратненько подхватываем нашу леску нить или проволоку или леску уводим вниз к жалу тогда вот у нас сегментация ровная и красивая оставляем здесь я использую уже метод даббинговой петли сдвоенной что нам нужно для того чтобы более аккуратно выходило тело я беру вот пальцем я не буду использовать всякие там вертушки мы будем пользоваться тем самым минимумом который вот у нас имеется а что мы имеем мы имеем принципе то пера держатель или же пинцет или еще что-нибудь я буду использовать пера держатель вот я беру для себя обозначил можно пальцем большую я не буду делать буквально сантиметров 10 сделал пальчиком придерживаем и теперь я аккуратно все вот это сматываю там где у меня сохранился даббинг после этого перекидываю нить иначе у нас даби начало даббинговой петли будет некрасивая неровная мы подтягиваем так чтобы она четко было у нас к началу делали теперь чтобы никуда у меня не делась моя нитка я беру и уже зацеплю ее передержателем оставляем эту нить которая мы вяжем ну или на оттяжку если у вас имеется в данный момент я не выставил перед фильмом поэтому мы ее сейчас сделаем завершающий узелок и просто-напросто уберем здесь будет достаточно я не подравниваю тело по свинцу потому что очень очень хорошо как раз будет ложиться даббинг при намокании потом все эти ребрышки будут хорошо проявляться сделали удаляем что нам теперь необходимо как каждая даббинговая нить ее необходимо хорошо промазать чтобы у нас даббинг лежал и не скользил вот я беру теперь убираю можно убирать можно не убирать я вот вставил палец подровнял где у нас начало опять прохожу свечкой или же вощиной или ваксой для вязания в данном случае можно использовать и метод когда мы будем ее просто даббинг можно накрутить но так как нам нужно лохматенькое тело поэтому вот я беру небольшими порциями держу нашу расширенную даббинговую и вставляем небольшое количество равными частями сильно не усердствуем чтобы не было скученности нить желательно держать выше линии горизонта для того чтобы у нас даббинг не падал он все равно у нас скользкий руки у нас сухие оно все скользит поэтому в идеале слегка его вот подкручивать и добавляем если будет мало можно потом будет добавить на одинарную нить принципе то мне вполне достаточно вот мы закрываем нашу нить она у нас замкнулась у меня вышла вот такая вот веревочка вроде бы на видео будет очень лохматая после этого я беру и начинаю ее скручивать какую сторону это я уже написал книги если по часовой стрелке будет рыхлая против часовой стрелки даббинг у нас будет можно опустить вниз используя момент вот поставить его так на палец крутануть ну учитывая то что я должен контролировать чтобы нить очень тонкая не порвалась поэтому лучше контролировать руками так сделаем небольшую паузу теперь продолжаем дальше используя функцию роторе можно конечно наматывать но я учитывая уже свой опыт я стараюсь вот для этого я как написал в книге у меня имеется для этого такие крутилочки чтобы у меня не перекручивался мой даббинг и стараемся вот так убираем волоски учитывая то что это ручейник тело у нас должно быть как бы одной одним цветом а вот ближе к грудке мы с вами выполним уже другим все как вы видите у меня вот вполне достаточно хватило я могу спокойно уже переставить удобное для меня положение крючок очень кстати удобно немножко разработалась так что пусть володя не переживает теперь закрепили нить что я делаю просто переквали перехватываю новой ниткой при закреплении и уже окончательно вот беру две эти удаляю учитывая то что здесь у нас небольшое количество даббинга мы с вами будем использовать только лишь одну нить но даббинг у нас здесь темный должен быть а нить светлая поэтому я ее подкрашу маркером вот перманентным буквально немного сколько мне нужно годится для имитации лапок ручейника я буду использовать вот у меня имеется вычесывал я собаку кота и все вот здесь вот я вот такой вот как вы видите остевые волоски достаточно такие крупные но для того чтобы был более менее плавный такой вот переход я взял еще немножечко чуть-чуть зеленого покрупнее даббинга мы его добавим вначале а потом этот так что также как обычно промазали чтобы было удобно учитывая то что здесь уже волокна несколько длиннее нам мы можем использовать по технику штапельного волокна как показывал роман мозор берем опять длинненькие наши эти ставим слегка закрепили достаточно ос это скользкий материал от собаки поэтому работать немножко неудобно но в деле очень очень красиво получается опять мы у нас вышло я беру опуская вниз бобинодержатели прокручивая его уже как вы видите миг у меня уже начинает на нитке прокручиваться совсем немножко так как мы будем закручивать я в обратную сторону у нас будет немножко подкручиваться еще промотаем совсем-совсем немножечко нашей зеленой и теперь уже начинаем формировать не забываем немножко подкручивать нашу даббинговую нить начинаем формировать уже грудку вот как в моем случае это вышло мало мы добавим еще немножко лучше добавить чем потом брать это все выбрасывать срезать так как оно лишнее опять закрепили также до первого касания я потом начинаю подкручивать прошлись теперь нам необходимо опять поставить крючок в удобное для нас положение чтобы не сползал даббинг и мы с вами сделаем небольшую опять паузу значит что мы сделали я взял другой перманентный маркер и коричневого цвета и с внутренней стороны покрасил нашу пленочку так будет дольше вымываться слегка натянул пленку ну и как обычно я ее пара тройкой оборотов закрепил теперь что нам нужно с вами убираем вот так вот все наши волоски которые нам мешают делаем окончательно здесь закрепим я обычно всегда переламываю и здесь уже окончательно подхватываю вот сколько нужно сколько нитка будет ложиться для полиэтилена потому что как материал очень ненадежный может убежать в любое время теперь нам необходимо закрепить показываю вот такой клей я использую гелевый вы можете использовать любой моментный вернее секундный клей кроме клея момент так как сам по себе этот клей резиновый он не годится для стримеров хорошо для мушек нет нанесли теперь для удобства я для себя поверну в нужную сторону и обязательно уводим все волоски для этих целей я уже неоднократно показывал есть зубная щетка вот такая есть которая была электрическая уводим все наши волоски и если вы заметили вот она у меня уже идет не с краю а идет с того места где мне необходимо то есть у меня не будет стаскивание материала и достаточно хорошая будет идти у меня сегментация не плотно делали подхватили то есть у нас посмотрели ребрышки идут достаточно хорошо удерживаем чтобы мех не подтаскивала и начинаем уже слить делать сегментацию что касается усилия это уже как вы решите сами я стараюсь хорошо продавливать чтобы было отчетливо видно чем больше вы покладете даббинга тем больше естественно вы сможете продавить мягче тело и опять же материал сам по себе достаточно мягкий следим за тем чтобы мы не утаскивали наши волоски вот дошли теперь здесь я прошел несколько большим шагом и подходим колечку буквально пара тройка оборотов для того чтобы вы не делали чересчур большую голову отводим в сторону нить не забываем у нас была белая здесь желательно чтобы была черная и хорошо очень хорошо стараемся уже пока наш гелевый клей еще не схватился хорошо подхватить нашу леску если вы будете проволокой пожалуйста это уже не возбраняется сделали сделаем небольшую опять паузу все мы закрепили нас вполне все устраивает теперь для того чтобы окончательно уже мы все закончили нам нужно будет сделать завершающий узел и дальше мы с вами подкрасим как я уже рассказывал и показывал кладется но это сейчас я не покажу потому что там на макро стоит перекручиваем вот так нить подводим к точке где у нас должна была головка и начинаем прокручивать сколько это уже как вы решите сколько вам нужно все зависит от вашей нитки вплоть до того что мы можем с вами сформировать вот таким образом головку нить у меня очень тонкая 0015 все годится подтянули нить и как обычно я в книжке написал я срезаю что нам здесь нужно мы должны с вами нанести капельку лака лак я буду использовать уже черный поэтому если у вас будет другой можно другой и после высыхания головки мы с вами должны почесать еще наши лапки ну в принципе то и так уже вполне достаточно уже у нас опровая нимфа что здесь я делал для книги специально как вы видите я обмотку здесь сделал большими шагами там где должна быть у нас грудка не закончил ее как обычно вяжутся чешские нимфы где тело потому что не всегда вам допустим аккуратно сохраните леску и все вы будете вязать бакоплава а у бакоплава получается леска должна доходить или проволока должна доходить сегментация идет до самого колечка там где головка то есть чтобы вы убедились что по полиэтилену спокойно можно сделать сегментацию и выполнить хорошего красивого бакоплава на как говорится ручейнику это не помешает продолжаем дальше обыкновенной даббинговой сделанной из цыганской иглы иглой я надергал так как было запланировано вот такое количество лапок чтобы была небольшая лохматость теперь аккуратно я увожу это все вниз и вровень сжалом крючка я это все подрезаю если да очень будет много по каким-либо там вашим понятиям можно еще больше подрезать так как вам будет удобно сверху здесь мы буквально подкрасили оно конечно будет держаться какое-то время но все равно вымоется коричневым и вверх я подкрасил черным перманентным маркером все достаточно уже здесь наводить порядок я вам покажу вот связано на шестнадцатом крючке с применением этого же даббина который мы с вами начисали вот слезы и добавил точно также другой для лапок подшерсток как вы видите достаточно все реалистично хорошо все нас устраивает благодарю вас друзья мои за внимание если будут какие вопросы почта все время работает что касается губок вы спрашивали это титановое не могу сказать потому что связано не более чем 300 400 штук но хоть мелкие хоть крупные держит достаточно уверенно пока выработки нет благодарю вас за внимание до скорых встреч